В Самаре продолжается расселение граждан из ветхих и аварийных домов. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» из аварийного фонда переехали почти 3000 семей, это свыше 8000 человек. Если говорить о площади, то это более 100 тысяч квадратных метров жилого фонда. Актуальные вопросы по расселению граждан из аварийного жилья обсудили на еженедельном совещании в администрации, которое провела глава города Елена Лапушкина. Сейчас в городе реализуется пятый этап программы. Благодаря заключенным муниципальным контрактом на участие в долевом строительстве до конца этого года ожидается приемка жилых помещений от застройщика. Это позволит мэрии предоставить квартиры тем, кто сейчас стоит в очереди на жилье. Еще один важный вопрос в повестке заседания – работа административных комиссий по выявлению правонарушений, таких как незаконные граффити, парковка на газонах, нарушение режима тишины и других. Главы районов отчитались о том, как организована эта деятельность. В промышленном районе, например, комиссия рассмотрела 536 дел о правонарушениях. По 416 делам вынесли решение о штрафах на общую сумму 2 миллиона 206 тысяч рублей. Наибольшее количество дел, более половины возбуждено, 255 дел за размещение транспортных средств на газоне, наложено штрафов на общую сумму 537 тысяч рублей. За осуществление торговли вне мест установленных органов местного соуправления, статья 6.1, возбуждено 113 дел и наложено штрафов на сумму 134 тысяч рублей. За нарушение правил выгол домашних животных, статья 8.8, возбуждено и рассмотрено 14 дел, выясено штрафов на 39 тысяч рублей. В Ленинском районе комиссия составила порядка 330 протоколов. Наложено 278 штрафов на общую сумму 881 тысячи 500 рублей. По части 1.2, статье 2.1, закона за нарушение тишины и покоя граждан, рассмотрено 23 дела, вынесено 12 предупреждений, наложено 11 штрафов на сумму 15 тысяч рублей. По части 4, статье 4.2, закона за невосстановление благоустройства территории в месте произведения работы, рассмотрено одно дело и назначен штраф 50 тысяч рублей. Глава города Елена Лапушкина призвала усилить контроль с выявлением правонарушений в районах. Цель – навести порядок на территории города. Безусловно, вы все видите, что у нас руководители региона крайне внимательно относятся к содержанию территории, и у нас с вами здесь есть очень большие вопросы. Есть вопросы по работе управляющих компаний. Конечно, мы все видим, что у нас проблемы с вывозом мусора. Вы сами ездите по району, видите, что у нас и покос травы где-то не осуществлен, поэтому убедительная просьба взять это на контроль и все-таки активизировать работу административных комиссий. Глава города отметила, что сейчас готовится предложение для руководителя региона об изменении 115-го закона Самарской области об административных правонарушениях, и все участники совещания могут внести свои коррективы. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События.